итак вы находитесь на канале и с вами иван зелёв и мы продолжаем запись урока про витражи в данной части урока мы с вами рассмотрим как создать семейство витражной двери либо же витражного окна и либо любой панели которая вам нужна для вашего витража в нашем витраже сейчас стоит стандартная дверь вот она мы можем создать новое семейство на основе этой двери либо же создать через файл создать новое семейство давайте попробуем сделать дверь вторую первым способом окно вторым нажимаем редактировать семейство нажимаем файл сохранить как семейство дверь витраж с перемычкой давайте так назовем одинарная сохраняем ручку я пока оставлю и перехожу куда конечно же на фасады внутренне или наружно нам не очень важно открывание оставим привязку открывания тоже оставим привязку ручки оставим и отличительные особенности создания витражей и витражной двери в том где в том состоит что мы не сдаем параметры ширины и параметры высоты этого здесь делать не нужно так как мы витража сами настраиваем расстояние между линиями сетки эти двери в сами понимают их ширину и высоту поэтому нужно настроить просто геометрию и зависимость геометрии от существующих опорных плоскостей справа слева вверх и низ ну или опорный уровень поэтому создаем опорные плоскости сделаем так что у них не было никаких лишних привязок нет выбираем то есть чтобы при выборе семейства у нас не подсвечивались другие опорные плоскости не нужные нам сейчас мы создадим импост но не импост а рамку нашей двери для этого мы сначала создаем опорной плоскости задаем такой параметр нет я сделал размеры 1 2 3 4 размера для одного параметра я их выделяю нажимаю создать параметр выбираем параметр по типу и название ширина каркас можно сделать какое-то фиксированное значение допустим 80 и вот этот параметр 558 мы можем сделать тоже параметром размер 558 сделать параметр назовем воздух перемычки выбираем по типу задаем значение 600 примерно где-то на 600 находится все опорной плоскости мы создали давайте изменим размеры стекла на нужную оказывается она создавалась не на этом виде она создавалась на планах потолка то есть на плане этажа и значит сейчас мы у нас не получится так просто его изменить лучше просто удалить перед этим посмотрев как она привязана к оси вот я вижу что она привязана к опорной плоскости стекло назовем так стекло опорной плоскости и назовем это опорную плоскость тоже как нибудь имя стекло внутрь теперь можем удалять приходим на вид спереди создаем выдавливаем выбрать плоскость стекло выбираем нужную нам линии или можем рисовать прямоугольник даже сразу и все четыре замочка закрываем конец отдавления можем пока не редактировать лишь выбираем материал остекления опорный уровень делаем привязку к опорным плоскостям стекло и стекло внутрь и со стеклом мы закончили дальше нужно нашу ручку как то или убрать или изменить вот она здесь была почему-то ручку была в неправильной стороне то есть открывание идет у нас здесь петли открывания влево но почему-то ручка была неправильно нам нужно найти ручку и ставить сюда файл так вставить загрузить семейство для россии двери теоретические изделия почему в русских семействах нет тех семейств которые есть в американских я просто один раз базу американскую посмотрел там есть классные обычные ручки почему у нас таких нет не знаю так двери ну ладно выберем что-нибудь из существующего ну давайте сделаем ладно загрузили переходим на портную выбираем и смотрим какие есть параметры у этих ручек толщина стекла я так понимаю толщина 13 а может еще рама будет так что я думаю все нормально и 45 пусть будет на смещение по факту 51 сделаем 51 теперь создаем импост то есть ручка пока просто полежит тут где-нибудь может в принципе уже и привязать нам не обязательно создавать геометрию для этого раз с с создаем упорную плоскость для того чтобы она была посередине ручка нажимаем эквивалентность и привязываем нашу ручку сюда открываем закрываем замочек смотрим теперь нужно задать нужную высоту выбираем высоту метр и вижу что ручка соответствует плану но не соответствует открыванию ладно дрем открывания чтобы оно было правильным на плане и делаем высоту в ручке метр с ручками справились создаем рамку каркас какие только не назвал стекло 4 раза закрываем замочек а здесь получится только через блокирование через инструмент выбрать линии создавать не забываем чтобы галочкой блокирование стояла замочек ставится в этом случае автоматически и нам остается только соединить их инструментом trim обрезать материал выбираем материал каркаса галочку переходим на порный уровень и здесь тоже создаем привязки раз юристичный режим включаем смотрим на что у нас получилось грубо говоря получилось то что мы хотели то есть и не это ручка но создавать ручку это в принципе отдельный урок я пока не буду этим заниматься возможно нет где-то ручки красивые ну ладно я сейчас не будем отвлекаться материал мы не задали задали для каркаса каркас это не стекло мы потерем все это будет алюминий у нас есть только алюминий 2 видимо ладно что за коэффициент сопроводопередачи вы что издеваетесь над ним либо же мы можем задать этот материал потом главное что связь у нас есть отлично сохраняем загрузить проект загрузили и теперь выделяем дверь и заменяем ее на другую что мы видим видим что дверь с рамкой получилось рамка стеклянная мы сейчас ее изменим алюминий алюминий пожалуйста рамка стала алюминиевая посмотрим по привязке мы видим что стекло здесь у нас получилось прямо впритык с каркасом с нашим вот стекло у нас тоненькая вот каркас можно сделать так как вы захотите смотрим что ось нашего витража это вот эта линия которая до которой у нас было пятьдесят сколько там миллиметров пятьдесят с чем-то миллиметров если мы сейчас зайдем изменить тип смещение пятьдесят и восемь можно сделать допустим ноль варенье тип нам это делать не нужно варенье тип если мы сейчас изменим перевязку то мы видим что окно тоже меняется дверь размеры поэтому в принципе все работает дальше создадим окошечко в окошечко тоже есть рамка файл создать семейство витрическая система дверь витраж вот у нас план этажа вид сверху создадим здесь опорную плоскость для толщины нашего витража сделаем ее допустим пятьдесят миллиметров пятьдесят заблокируем этот размер это будет наше смещение ну или толщина дальше переходим на фасад создадим опорные плоскости для нашего каркаса привязываем эти опорные плоскости начинка каркаса называем параметр и делаем его в восемьдесят значения нажимаем замочек создаем выдавливание инструмент выбрать линии галочка блокирована незабываем и расщелкиваем опорные плоскости к которым мы хотим привязаться в этом выбираем материал в этом параметре создаем материал прокрасный по типу нажимаем галочку планы этажей и выполняем привязку к опорной плоскости используя этот синенький маркер теперь создаем стекло тоже выдавливаем таким же способом так я помню что стекло у нас было сколько-то там миллиметров восстанавливаем толщину стекла устанавливаем все конечно это мало по факту нормально это 20 миллиметров давайте сделаем 20 миллиметров и привяжем наше стеклышко к этому параметру к этой опорной плоскости теперь выделяем стекло назначаем ей материал и материал 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 стекла окей ну и выбираем стекло по умолчанию которое предлагается наше грубо говоря окно готово называем его окно витраж одинарные одинарные сохраняем загружаем в проект но в проекте мы просто теперь выбираем нужную нам панель и в свойствах ищем окно дверь и 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 все друзья и и и и и н и и и нашей панели всем спасибо друзья и всем пока